приветствую дорогие друзья с вами викана подписывайтесь на мой канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить ничего интересного сейчас я хочу показать вам расклад такой интересной тематики остаться либо расстаться пара бывает такая ситуация между мужчиной женщины когда сама ситуация достигает какого-то апогея и как правило это конечно редко бывает что это обоюдное решение обоих партнеров но бывает так что с одной стороны ну например опять будем рассматривать женщину женщина понимает либо что мужчины с ней как-то относится не добирает она дань от него любви да вот либо что в чем-то подозревает его либо надоели эти отношения терпеть свое так сказать в общем женщина чувствует что мужчины и не любит женщина мужчину может даже любить но она понимает что все-таки бессмысленно продолжать эти отношения но надежда все-таки сохраняется остается вдруг что-то изменится вдруг произойдет чудо в последний момент мужчина и и вдруг полюбит и перестанет там где-то пропадать и начнут писать а вдруг еще руку сердце вдруг придумает предложит поэтому тут ситуации бывают разные кстати очень много обращений ко мне вот на такую тему что же делать как решить вопрос и я это называю ну пускай это будет грубо конечно иногда такой волшебный пинок да вот как говорят вот немногие говорят что вот не вот нужно было вот этот вот последнее решение как правило мнение третьего независимого лица потому что все люди которые будут что-то советуют они соответственно либо подруги либо мама либо еще кто-то да кто-то будет как-то ну каким-то образом затянут в этой ситуации будет какой-то все-таки интерес может иметь а когда все таки вот третье независимое лицо холодный взгляд со стороны да еще совет карт поэтому возможно как говорится кто-то получает и получат ответ на свой вопрос вот последняя капелька последняя капелька вот откуда где знак судьбы получить чтобы узнать что же делать и так расстаться либо остаться с мужчиной что же делать у каждого я понимаю ситуация конечно же своя и ситуации разные обстоятельства разные причины разные почему приходят такие мысли в голову вот я хочу показать такой раскладе комсион четыре карта он достаточно такой маленький да но суть то него огромная суть как говорится вывод вывод может влиять на всю судьбу лучше вопрос поэтому кто сейчас в таких отношениях можете присоединиться посмотреть визуально до провизуализировать свою ситуацию вспомнить может быть что-то получите какой-то ответ на свой вопрос либо просто посмотрите как делается расклад на будущее можете обратиться ко мне заказать такой расклад мои контакты под видео есть вайбер ватсап пишите не стесняйтесь только не нужно звонить я не могу ответить на какие-то вопросы почему потому что я могу просто проводить консультацию ему не могу быть занята атаки всех ваш вижу все все что вы мне пишете я вижу если только не всегда могу ответить прям вот сию минуту всю секунду атаки обязательно отвечу так что узнавайте какие условия на каких условиях и делаете расклады когда провожу консультации у меня дни все расписаны короче давайте приступать к раскладу и так четыре карты всего лишь четыре карты но такие важные как выглядит ситуация в отношениях на настоящий момент здесь мы можем увидеть собственно игра все что угодно опять же говорю всех все по-разному я сейчас буду показывать то что вижу я совпадать ли ты с вашей ситуации ли мне совпадает с не совпадает это просто не ваш случай что говорит в пользу расставания все таки что будет если вы расстанетесь что вы получите если вы расстанетесь пользу либо вред как говорится нот в пользу все таки да что же лучше вы можете получить если вы расстанетесь и что говорит за сохранение союза все-таки, постараться сохранить эти отношения, постараться приложить какие-то усилия, либо что-то изменить. Вот такие три карты. Четвертые, и такое оптимальное решение, это как бы совет карт, что же все-таки на самом деле делать. Несмотря ни на что, ни на какие советы некоторые все-таки, когда такая ситуация бывает, когда человек находится под впечатлением расклада, под впечатлением советов, да, у третьих лиц, они как бы согласны чего-то делать, но когда человек попадает, вернее женщина попадает под чару этого мужчины по новой, у нее как все из головы ветром сдувает, и начинается, как и называют, танец на граблях. Лыда мочал, начиная с начала, и больно, и по лбу больно граблю бьют, а все равно этот танец продолжаться может вечно, пока человек не сделает какой-то все-таки вывод. Потому что нужно понимать, когда энергетическое место рядом с женщиной занятое, она может просто нести такие убытки. Почему? Потому что, во-первых, она, если получает какие-то негативные отношения, она просто теряет свою энергетическую силу. Это раз. А во-вторых, мужчина по судьбе, конечно же, не сможет приблизиться, потому что место рядом с ней, соответственно, занято. Итак, смотрим, как выглядит ситуация на данный момент. Сейчас я открою эти карты. Что говорит в пользу и расставание, что говорит за сохранение союза, и что оптимальное решение карт. Оптимальное решение это мы от карт видим, да? Как выглядит ситуация отношений в настоящий момент? Семерка мечей. А выглядит она очень неприглядно. Эта ситуация. Я вижу обман, я вижу лукавые помыслы от мужчины, да? В принципе. И вообще не только мужчина, а вообще ситуация пошла не по тому сценарию, по которому должны развиваться стабильные любовные отношения, либо честные непорядочные отношения между партнерами. Это обман. Это такой, как бы пользуется человеком, да? Кто из вас с кем пользуется, неизвестно. На основании чего в это... Но карта нехорошая, потому что она показывает, что хитрый человек, короче, украл мечи и пытается с ними скрыться. Поэтому здесь в принципе отношения построены на обмане. Давайте будем так говорить. Есть теневая сторона в отношении на самом деле. И женщина не зря чувствует, что ее обманывают просто. Что-то ей не договаривает, ей пользуются, ее отношениями пользуются, ей свободным временем пользуются, ее судьбой пользуются. Ну, вот такая карта достаточно хитрого, такого проворного, такого пронырливого человека, который все-таки может быть и понимает, что он так поступает, но все так делает. Далее. Что говорит в пользу расставания? Мир. Если все-таки это произойдет, а здесь это главный аркан, и здесь он, кстати, доминирующий, мы из всего этого можем сказать, что, конечно, лучше бы расстаться. Потому что наступит достаточно спокойная, без нервяка, достаточно стабильная жизнь у человека. Карта мира говорит еще о том, что это карта поездок, это карта дипломатов, карта путешественника, что поездки, изменится жизнь, соответственно, и в поездке женщина может изменить свою судьбу. Трактовок очень много у всех этих арканов, но какая мне идет информация на данный момент, что карта мира, в принципе, говорит сама за себя. Человек, наконец-то, женщина, наконец-то, обретет полное спокойствие, гармонию, умиротворенность со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что же говорит за сохранение союза все-таки? За сохранение союза говорит то, в принципе, я вижу здесь двойку жезлов. И знаете, когда мы иногда спрашиваем, что же за и что же против, карты могут не показать, совершенной информацией может не пойти то, что мы спрашиваем. Они могут показать на самом деле то, что нужно знать в первую очередь. И не всегда на позитивные вопросы мы получаем позитивные ответы. Если будет сохранение союза, все равно будет человек стоять на перепутье и будут сомнения у женщины. Она все будет сомневаться и эта ситуация будет сохраняться. Ничего не поменяется совершенно. Более здесь карта идет, польза идет более за расставание. Наступит совершенно другая жизнь. И тем более Аркан Мира показывает, что это самый оптимальный вариант, это доминирующий высший Аркан среди всех этих карт здесь. И поэтому что за сохранение союза? Да ничего не будет за сохранение союза. Так и будет на перепуте человек стоять имитация. Какое решение принять? Что сделать? По какой дороге пойти? Какого партнера выбрать? И даже если появится какой-то мужчина, то первый мужчина будет успевать всю эту ситуацию. Не будет давать женщине продвигаться вперед, не будет давать и личной жизни. Это человек, который хочет сидеть на двух стульях. И вся система, собственно говоря. Поэтому, чтобы мы не спрашивали, карты нам могут просто показать совершенно другой ответ, который нам нужно знать. Еще раз повторяю, в первую очередь. Оптимальные решения. Паш Кубков. Новое знакомство. Оптимальное решение. Новое знакомство. Новый мужчина. Новые отношения. Кубки это масть души. Масть любви. Масть того, что нужно познакомить с новым мужчиной, уделить новое время для себя, для любимой, восстановить силы и познакомить с новым мужчиной. В принципе, новое знакомство. Эта карта тоже не нуждается в особом таком трактовке, в особом таком представлении. Вот такой расклад. я сегодня для вас сделала. Называется остаться либо расстаться. Еще раз. Я сейчас резюмирую этот расклад. Что же выглядит ситуация на данный момент? Выглядит неприглядным образом. Обман. Женщины пользуются, женщины манипулируют, что-то скрывают от него постоянно, недоговаривают мужчины. Пользуя расставаниям, только мир, наступит совершенно иная прекрасная жизнь. Умиротворение полнейшее. Если она познакомится с мужчиной и будет это знакомство. Оптимальное решение соответственно познакомиться и сменить собственно говоря своего партнера. А за сохранение союза ничего не говорит. Вот о том, что будет перепутье. Вот и все сохранение союза. Я думаю, что расклад достаточно понятный, достаточно ясный. И все здесь предельно понятно и ясно. Кому нужен такой расклад, можете обращаться, либо другие расклады, которые я делаю. Не вопрос, совершенно заберемся, посмотрим. Желательно, конечно, чтобы даты рождения при консультации мне говорили. Я всегда спрашиваю. Можно посмотреть еще более и больше информации по этому раскладу. Я смотрю еще другие аспекты человеческие по датам рождения, что все партнеры представляют. А потом смотрим расклады. Как правило, все это подтверждается. даже на одной консультации все будет понятно. И здесь я вижу все очень более чем понятно. Так что, мои дорогие, такой расклад я вам показала. Подписывайтесь еще раз на новый канал, нажимайте на колокольчик. До новых встреч. Всего доброго. С вами была Викана. Борьи. До новых